здравствуйте дорогие зрители гости канала с вами я санек сегодня я приготовлю хлеб ну просто объедение от него такой аромат что все домашние избегаются побыстрее бы его покушать хлеб даже не успевает остыть хотя ему надо остывать хлеб по рецепту моего отца папа привет готовлю я его уже на протяжении двух месяцев ну не скажу что постоянно но когда какой-то праздник хлебушек свежий у нас всегда есть своего производства ингредиенты в нем вполне доступны и ничего сложного в изготовлении этого хлеба нету но единственно это ваше время которое вы потратите а потом попробовав хлеб никогда не пожалеете о том что у вас получилось необходимые ингредиенты это мука вода растительное масло сахар соль дрожжи вот и все я думаю у каждого дома есть эти ингредиенты и стоят в принципе они не так уж и дорого чтобы приготовить хороший хлеб по экономии пачку муки хватает на четыре с половиной буханки хлеба хороших 800 граммовых булки для начала нам нужно наши дрожжи разбудить так сказать зажечь их что мы делаем наши дрожжи добавляем в емкость сухую в нее мы еще ничего не добавляли сюда же добавляем одну столовую ложку с горкой с хорошей сахара одну чайную ложку также с горкой соли и добавим сюда одну столовую ложку муки муку я просеиваю есть у меня такая кружка муку я просеиваю через эту кружку теперь нам сюда необходимо добавить воду воды у нас потребуется 200 миллилитров то есть мы просто заливаем и вымешиваем все эти ингредиенты до получения однородной массы ждем пока они не начнут работать это будет сразу видно по появлению на поверхности пенки и так вот наша опара так называемая уже подошла покрылась пеной и теперь мы начинаем замешивать тесто первым делом мы добавляем сюда приблизительно один стакан муки так в общем количестве нам потребуется 750 грамм не грамм а объем 750 миллилитров муки я насыпаю 750 грамм вы можете использовать обычную стеклянную баночку 700 граммовую так первая у нас партия приблизительно один стакан так вот такая кружечка у меня красивая и так добавляем первые два стакана консистенции как жидкая магазинная сметана до консистенции магазина сметаны и добавляем сюда три столовых ложки растительного масла и еще раз хорошенько вымешиваем мешаю обычной ложкой каким-то венчиком смысла не вижу вот у нас масло смешалось с мукой и теперь добавляем оставшуюся муку муку можно просеивать можно не просеивать играть приготовил не просеивал а тут с недавнего времени стал просеивать получается примерно 1 но чуть попутнее после просеивания теперь нам надо вымесить однородную массу и оставить в теплом месте минут на 40 это у нас будет первый подъем теста почему я использую такие большие широкие емкости во первых них очень удобно вымешивать но эта емкость у меня взята нижняя чашка от соковарки в ней удобно вымешивать тесто к ней не прилипает соответственно вокруг ничего у нас не пачкает есть конечно кое-какие мелкие просыпи но это легче убрать чем если будет у нас весь стол сейчас забит мукой ну что друзья наше тесто поднимается как видите она увеличилась в размерах пока она у нас росло я успел пойти накрутить фарш а а если вы хотите увидеть что я буду готовить из этого фарша подписывайтесь на канал чтобы не пропустить обновления и так наше тесто поднялось видите как она видите как она увеличилась в размерах и теперь мы это тесто опускаем или припускаем она уже не липнет к стенкам она до этого в принципе не липла но сейчас все 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 собирается стенок на себя лепим колбаску из этого теста то есть выглядит это примерно вот так и забыл выпекать я буду на противне покрытом бумагой для выпечки слегка присыпанной мукой берем наш нашу колбасочку укладываем на противень и слегонца вот так вот придавливаем и теперь делаем небольшие надрезы неглубокие в минанием тесто как бы тесто ножом вминаем делаем такие вот полосочки все и ждем пока она немножечко поднимется а пока наше тесто поднимается вы можете подписаться на мой канал чтобы не пропустить дальнейшие видео кнопка под видео и еще одна ссылка будет вот тут наверху можете также нажать на нее и также подписаться ну что ж наш хлебушек немножко поднялся до вот такого вот состояния и мы будем его теперь засовывать в духовку духовка у нас прогрета до 200 градусов и ставим наш хлеб на высоту примерно в середину минутку минут на 30 чтобы наш хлеб был румяным мы его помажем можно использовать одно яйцо но так как у меня есть перепела и возможность перепелиным яйцам свободно я использую два перепелиных яичка видно их просто взбиваем добавляем сюда щепоточку соли и кистью обыкновенной силиконовой кистью можно использовать перья и что угодно можно просто ложкой помазать мажем на наш хлеб сверху эта корочка будет румяная хлеб будет выглядеть очень аппетитно не только на вкус но и на внешний вид вот и приготовился наш хлебушек сейчас буду доставать его из духовки и вы сами увидите какой же он красивый и вот он наш хлеб прорези не глубокий поэтому он не раскрылся как батон друзья если вы досмотрели до этого момента значит видео вам понравилось ставьте большой палец вверх не понравилось значит палец вниз не забываем подписываться на канал с вами был санек до новых встреч пока пока